Добрый вечер, в эфире Вести Крачаева Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня день учителя, педагогов, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда, поздравляет глава Крачаева Черкесии Рашид Темрезов. Совсем недавно начался новый учебный год, который все педагоги начали с огромным энтузиазмом. Уверен, профессионализм, любовь к профессии и к детям помогут преодолеть все сложности. Со своей стороны мы продолжаем делать все возможное для того, чтобы качество образования в Крачаеве Черкесии только повышалось, а учиться и работать в школах было комфортно. Желаю вам успехов, талантливых учеников, крепкого здоровья и благополучия. Они стали лучшими в профессии, оставили свои дома и уехали за тысячи километров, чтобы дать знания детям. Их труд отметили на правительственном уровне. Сегодня в Доме правительства почтили людей одной из самых благородных и необходимых профессий учителей. Мадина Каркетова далее. Наверное, никто не станет спорить с утверждением, что учитель – одной из самых благородных и нужных профессий во все времена. Правительство страны и республики всячески старается поддерживать высокий статус учителя и интерес к профессии. Немало молодых людей снова стали выбирать учительство. Развивать профессию в ногу с современными веяниями, делая в нее свой неоценимый вклад, в том числе придерживаясь принятых общеобразовательных традиций. Председатель правительства республики Аслан Озов, обращаясь к учителям в их профессиональный праздник, подчеркнул важность их труда. Ваш труд не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но один из самых трудных и ответственных. Это не просто труд, это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. Именно на ваших плечах лежит колоссальная ответственность – заложить у ребенка основу знаний, мотивировать на дальнейшую учебу и выбор профессии. Благодарственные письма главы республики Рашида Тимрезова вручил премьер победителям всероссийского конкурса на присуждение премии лучшим учителям в 2020 году. Жанне Джандубаевой – учителю истории 5-й гимназии Черкеска. Халимат Каракотовой – учителю начальных классов 1-й школы Станицы Зеленчукской. Марине Утигушевой – учителю истории и общества знаний Адыгихабльской школы. Было сложно, признается Халимат Каракотова, но ее девиз – без сложностей нет, больших побед. Впечатления, конечно, огромные, такие очень приятные. Когда человек ставит определенные задачи, реализовывает, побеждает в каких-то конкурсах, это уже приятно. Ну а то, что так высоко оценили наш труд педагогический, вдвойне приятно. За такую премию, за такую высокую оценку, за такое красивое, прекрасное мероприятие, очень торжественное. Это тоже спасибо, огромное спасибо. Благодарственным письмом главы Карачаева Черкесии поощрили научных работников удостоенных гранта главы республики. Рашида Байрамукова, представителя СКГА, Александра Москвитина из Сауран, Лилу Тикееву и Аминату Зденову, представителей КЧГУ и Аллану Хубиеву из университета Сенегрия. Аслан Озов также вручил сертификаты земским учителям. Необычно то, что многие из них прибыли на работу в сельские школы Карачаева Черкесии из других регионов страны, Коснодарского и Ставропольского краев, Ингушетии и даже Сибири. Марина Перевалова из поселка Устердынской Иркутской области отныне работает в Прегратненской первой школе учителем русского языка и литературы. Когда я узнала, что стартует программа «Земский учитель», я на сайте зарегистрировалась и зашла прежде всего посмотреть, нет ли вакансии учителя русского языка и литературы именно в Прегратненскую среднюю школу. Потому что моя мама более 50 лет назад, она закончила именно Прегратненскую школу номер один. Она училась после того, как закончила школу, она уехала в Сибирь посмотреть, какова природа Сибири, осталась в Сибири. И я, каждый год приезжая на летние каникулы к бабушке, всегда мечтала о том, что я смогу когда-то вернуться на родину своей мамы. Исполнилась моя детская мечта, признается Марина, и отмечает доброжелательность и открытость ее нового коллектива, и поддержку профильного министерства. Аслан Озов выразил благодарность всем учителям за их труд и пожелал дальнейших успехов на непростом, но таком необходимом, в официальном пути. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Также сегодня от первых лиц республики приняли поздравления и награды отличившиеся учителя. Церемония составилась в Большом зале Дома правительства. Альбина Ламкова продолжит тему. Победители и призеров региональных и всероссийских педагогических конкурсов, а также учителей, чья работа заслужила признание в сфере образования, отчестовали на этот раз без большого размаха. В предыдущие годы подобные награждения были более многолюдными и проводились с приглашением гостей из всех муниципальных районов. В этот раз в связи с пандемией формат изменился. Присутствующие сидели на безопасном расстоянии и в масках. Из-за сокращенного формата торжественной части количество награждаемых не уменьшилось. Остальные педагоги получат свои награды на местах. В зале собрались около 40 педагогических работников. Председатель правительства республики Аслан Озов поздравил учителей и выразил слова признательности за их нелегкий труд. Затем Аслан Анатольевич за заслуги в сфере образования и добросовестный труд вручил медаль имени Люба Выгодского Оксане Лемешевой, заместителю директора по воспитательной работе школы-интерната первого вида и нагрудные знаки почетный работник воспитания и просвещения России. Среди награжденных и заведующая детским садом «Гнездышко Черкесска» Зарина Дамалаева. Она 24 года в сфере образования. Начинала трудовую деятельность учителем английского и немецкого языков. 10 лет обучала детей на странном языке. Затем сменила работу в школе на детский сад. Очень благодарна тем людям, которые поверили в меня, которые предоставили возможность получить вот такую награду. Спасибо большое. Очень нелегкий труд педагога, конечно, особенно сейчас такое время. Люди с самой благородной профессии, отметил и первый вице-премьер республики Руслан Тамбиев, обращаясь к учителям. Самое святое и дорогое – это дети. Их доверяют нашим педагогам, которые, в свою очередь, воспитывают в них патриотизм и, конечно же, дают самое главное – образование. Все награды, которые заслужили педагоги и были вручены в их профессиональный день – только часть того, что они заслуживают. Конечно же, сегодня обидно то, что такой праздник и таким небольшим составом, но жизнь несла свои коллективы, поэтому мы должны с этим смириться. Поберегите своих близких. Предоставилась возможность сказать слова благодарности педагогам, отметить их достижения, выявить лучших представителей профессионального сообщества и от имени руководства парламента Народного собрания Корчаева-Черкесии. Непосредственный руководитель педагогов, министр образования науки республики Инна Кравченко тоже поздравила коллег. Коллеги, дорогие ветераны педагогического труда, позвольте мне от всего сердца присоединиться ко всем поздравлениям по случаю нашего профессионального праздника – Днём Учителя. Разрешите поблагодарить вас за ваш ежедневный труд, за любовь и внимание к детям. Праздник для всех присутствующих педагогов запомнится надолго. Вечным напоминанием послужат награды и совместное фотосоржества. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Днём будут порывы до 15-20. Температура ночью 4,9, днём 15-20. В горах ночью минус 1, плюс 4, днём 5-10. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Днём порывы до 20. Температура ночью 7,9, днём 18-20 градусов тепла. Вятские меха «Центр сезонных распродаж» дарит телевизор. Шубу смело примеряй и подарок получай. Только до 15 октября. ТЦ «Панорама», первый этаж. Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск и вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике 7 434 человека. Из них 4 903 выздоровели, госпитализировано 450. На базе пожарно-спасательной части станицы Зеленчукской состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию обелиска пожарным и спасателям Карачаево-Черкесии. Особую символичность события приобретает в год празднования 30-летия МЧС и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Подробности расскажет Мураджан-Кёзов. Торжественное мероприятие открылось с гимнов России, Карачаева-Черкесии и выноса знамени главного управления. К собравшимся обратился председатель правительства. Памяти обелиск – это символ героизма и подвига спасателя и пожарного. Уважение к этим великим профессиям. Вроде в Карачаево-Черкесии для сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России созданы комфортные условия. Они обеспечены жильем, современной техникой и различной материальной платы. На территории республики сохраняется тенденция к снижению пожаров, тенденция к снижению гибели людей. Хотелось бы подчеркнуть высокий уровень подготовки личного состава. Наши спасатели, противающие курортные зоны – одни из самых сильных и подготовленных профессионалов. Об этом свидетельствуют многочисленные победы сначала на кружных и на всероссийских соревнованиях. Желаю всему вашему коллективу успехов на службе, здоровья, благополучия. Выступившие отметили, что нынешние поколения сотрудников чрезвычайного ведомства на достойном уровне продолжают благородное дело по оказанию помощи людям, попавшим в беду. Сохраняют и приумножают заложенные ветеранами традиции пожарно-спасательного дела. Открытие памятного Абилиска имеет большое значение для пожарных и спасателей Карачаево-Черкесской республики. Это здание уважения героизму, верности, присяги и самоотверженности ради жизни и благополучия человека и гражданина нашей республики. Символично, что в жизни памятного Абилиска происходит 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся своей службой и будем верно служить нашему народу. Честь иметь. Всех, кто сегодня служит благородному делу, поздравили ветерана пожарной охраны. Право открытия Абилиска предоставили председателю правительства и начальнику МЧС республики. После торжественного открытия Абилиска участники заложили памятную аллею. В этот день за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность медалью МЧС России за спасение погибающих на водах был награжден школьник Батыр Гаджаев, который в конце августа спас тонущего мальчика. Он плыл сзади меня и под скалинцем его понесло к чтению. Что ты дальше сделал? Я поплыл за ним и схватил за руку и поплыл к берегу. Сам испугался? Чуть-чуть. Когда вырастешь, кем станешь? Полицейским. Затем прошла экскурсия по территории пожарно-спасательной части. Мурат Чанкьюзов, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. В Карачаеве-Черкесии стартовал масштабный форум согласия, направленный на профилактику терроризма и экстремизма. Особое внимание уделили пропаганде в социальных сетях, где люди проводят большую часть времени. На открытии форума побывал Аслан Гирюгов. Работа по профилактике терроризма и экстремизма в нашей республике проводится регулярно. Участие в форуме приняли муниципальные служащие, а также представители учебных заведений. Особое внимание уделили сети интернет, ведь злоумышленники охотно пользуются ее для привлечения новых людей в свои ряды. Мы разбирали определенные статьи Уголовного кодекса, кодекса об административных правонарушениях, федеральные законы, которые касаются этой тематики, правоприменительную практику, насколько чиста статистика тех или иных случаев и на что непосредственно нужно обращать особое внимание. Вторая лекция, которая будет после официального торжественного открытия, будет посвящена непосредственно профилактическим мероприятиям. Мы будем разбирать то, что уже проходило, почему это плохо или почему это хорошо, некоторые форматы, какие форматы находят наибольший отклик среди молодежи. На торжественной части присутствовали представители духовенства. Они рассказали о том, какую работу они проводят для борьбы с экстремизмом. Ведь у многих людей сложился стереотип, что религия связана с экстремизмом. Помимо этого, в рамках образовательной программы участникам рассказали об основах антитеррористического законодательства. Речь также шла о том, как проводить профилактические работы. Обучение проводили ведущие эксперты в этом направлении из разных регионов страны. Также был организован интенсивный курс обучения с участием руководителя Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Нами был проанализирован весь пласт того, что происходит в социальных сетях. Были определены порядка 30 направлений деструктивных течений, в которые так или иначе вовлекаются молодежь. Ну и уже из этих направлений нами были определены 5 основных. Это те, на которые необходимо больше всего уделять внимание на сегодняшний день. Это те направления, из-за которых дети могут либо совершить какие-то негативные действия в отношении либо себя, либо в отношении окружающих. Полученные в рамках форума знания однозначно помогут в работе по работе с идеологией эксцемизма. На данную проблему всегда будет обращено пристальное внимание, ведь проводя профилактические беседы сегодня, мы предотвращаем проблемы в будущем. Аслан Гирюков, Вести Карачаева, Черкесия, Домбай. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Спаская». Субтитры создавал DimaTorzok